Эпидемия коронавируса и режим самоизоляции оказались в благодатной почве для возникновения множества слухов в интернете. Самые популярные из них в нашем сюжете. Как завещал нам Владимир Ильич Ленин, не все информации из интернета стоит безоговорочно доверять. И это касается не только вопроса о цитатах, но и информации о коронавирусе. Россия выпустила на свои улицы более 500 львов, чтобы россияне наверняка остались в своих домах на время карантина. У россиян в связи с угрозой распространения коронавируса есть два варианта. Или сидеть дома 15 дней на карантине, или отправиться в тюрьму сроком на 5 лет. Появились рекомендации Стэнфордского университета смывать вирус водой в желудок, чтобы он там разъедался соком. Из-за мировой пандемии коронавируса в соцсетях расплодились тысячи фейковых новостей. Интернет-пространство города С не исключение. В конце марта родительские чаты, ватсап и личные переписки заполнились тревожным сообщением о том, что с 25 марта по 12 апреля в торговых центрах и на улицах полиция отлавливает детей, а родителей штрафует за ненадлежащий присмотр в условиях угрозы распространения вируса. Благо, власти быстро отреагировали на фейк и МВД России опровергло эту информацию. Паникой в связи с режимом недели самоизоляции начали пользоваться мошенники. Одно из столичных изданий опубликовало новость о том, что пожилую москвичку остановили люди в черной форме с надписью «Охрана». Сначала они потребовали у пенсионерки документы, а потом обвинили ее в нарушении карантина, пригрозили вызвать полицию и потребовали с нее деньги за молчание. Напомним, что есть большая разница между формулировками «карантин» и «самоизоляция». Первая применима к тем гражданам, которые вернулись из-за границы и контактировали с инфицированными коронавирусом. Они в обязательном порядке находятся в изоляции и при ее нарушении подвергаются штрафам. Самоизоляция имеет рекомендательный характер и направлена в первую очередь на безопасность граждан нашей страны. Это стоит запомнить и не поддаваться на провокации мошенников. Помните, комендантский час не введен. Сотрудники полиции могут остановить на улице гражданина, но только для того, чтобы разъяснить необходимость оставаться дома. Исключить выход из дома одинокие пожилые люди могут при помощи волонтеров, которые привезут еду и лекарства на дом. Госдумой на этой неделе приняты поправки об ужесточении наказания за распространение фейков об эпидемии в стране. Ситуация с коронавирусом действительно тревожная, но мы напоминаем, не всей информации стоит безоговорочно доверять. Чаще мойте руки, держитесь подальше от чихающих и кашляющих. И будьте здоровы!